Тарифы в Казахстане все-таки повысятся. Сразу в нескольких регионах страны подорожает газ. Нерадостную для народа новость сегодня сообщил председатель агентства по регулированию естественных монополий Мурат Оспанов. Он объяснил это корректировкой курса тенге. Между тем, сегодня сразу несколько министров пообещали не допустить роста цен. Правительство всеми силами старается убедить казахстанцев в том, что ситуация под контролем. Сегодня в службе центральных коммуникаций об этом говорили сразу четверо руководителей ведомств. Однако тут же глава агентства по регулированию естественных монополий заявил, что цены на газ в нескольких областях все-таки вырастут. Причина в структуре конечной цены покупка газа, которая составляет от 60 до 70 процентов в структуре конечной цены. Стоимость газа на границе составляет 85 долларов США за 1000 метров кубических. При этом чиновники раздавали обещания. Так, глава агентства по регулированию естественных монополий Мурат Оспанов заявил, что цены на основные товары будут держаться на контроле. Кроме того, он пообещал, что не поползут вверх и тарифы на коммунальные услуги. Главный нефтяник страны вторил своему коллеге, пообещав, что цены на бензин тоже удержат на прежнем уровне, сославшись на все те же пресловутые запасы, которых должно хватить на 45 дней. Что касается цен на нефть, как сейчас председатель Арем сказал, что и до этого мы говорили, что в первом квартале мы будем удерживать цены. Таким образом, это то, что, во-первых, наши заводы, как видите, будут полнокровно работать, и они производят вот такое количество нефтепродуктов, которые будут целиком на рынке. Глава Минсельхоза также внес свою лепту. Если раньше на заседании правительства он высказывал сомнения в том, что цены на хлеб не взлетят, то сегодня уже следовал основной линии. То есть подорожания на хлеб первого сорта никаких не будет. Для этого есть уже отработанные механизмы, для этого есть возможности. У продкорпорации есть полтора миллиона тонн зерна, и в случае необходимости правительство будет выделять это зерно для того, чтобы удержать цены на хлеб. Слово «девальвация» нынче не в чести. Чиновники старательно избегали его, говоря исключительно о корректировке курса тенге. При этом пригоразили бизнесменам в случае необоснованного завышения цен солидными штрафами. Булата Белкасимов, Санат Имангалиев, Информбюро, Астана.